всем привет сегодня у нас 17 июля спикер фёдор фёдор рассказывает свою сегодняшнюю тему дениченко тема сегодняшнего его как и написано это как правильно продавать магазина магазина амазона как бизнес готовы мы немножко о себе расскажу у меня с партнером на данный момент есть около семи у нас магазинов которые действующие другие которые мы только туда запускаем товары но они еще не доехали дальше поэтому я считать то что они у нас есть команда у нас 10 человек есть мы на амазоне уже два с половиной года торгуем предоставляли промышленных масштабах услугу по настройке пи пи си вот раньше вот но так как это достаточно геймерная была услуга мы ее прикрыли но зато у нас был огромный опыт в работе вы знаете кучу позитивных отзывов так вот не об этом короче тема возвращаемся к теме сегодняшнего лайфа это продажа магазинов на амазоне вот я давно хотел ну как только мы начали заниматься амазоном у меня уже тогда появлялась идея как же круто продать наверное магазин на амазоне но так как мы только начинали у нас было два магазина всего лишь это было бы тупо продавать курицу которая несет несет золотые яйца ну у тебя есть магазин который тебе приносит папки чего продавать правильно но теперь спустя вот как может два с половиной года по продавали у нас все конвейером выстроена процесс отлажены и мы нам только грубо говоря давай деньги мы запускаем товары и поэтому уже себе раскачали четыре магазина своих которые мы продавать не собираемся и качаем дальше и мы решили вот четыре месяца назад что мы запускаем как раз подготовку этих магазинов на продажу мы сейчас для себя тоже готовим магазины которые мы будем продавать сейчас в этом лаве я расскажу всю информацию которую мы узнали для того чтобы продать магазин на амазоне с чего начать можно и нельзя на что стоит обратить внимание вообще и как можно ли вообще продавать с учетом вообще ситуации сейчас вообще происходит вот первый момент который хотел обсудить это вот то что сейчас происходит в группах паника я называю это сегодня кто-то пукнул завтра все говорят что ты обделался на самом деле не все так страшно на амазоне типа у кого не было продаж у них так и не осталось других ну типа на амазоне сколько я знаю сколько я начинал как была жопа всегда три кризиса у нас было разных там по отзывам все остальное как хайджекеры прикреплялись так и не прикрепляться вот но с этим можно жить и я просто ясну и мы нормально себе чувствую мы содержим свою команду мы содержим офис и себе еще ни в чем нет принципе и нам насрать там с отзывами типа или какие-то проблемы или без воды вот поэтому то что там люди паникуют то пусть паникуют так вопрос 1 легально ли вообще продавать магазин на амазоне что говорит сам amazon конечно нет он говорит вот есть такая из хелпа типа если владелец бизнеса поменялся то новый владелец должен создать новый аккаунт продавца на амазоне если владелец бизнеса не менялся но поменялись сотрудники ответственные за аккаунт для них следует создать новый пользовательский аккаунт то есть как бы amazon говорит мнение нельзя тем не менее имя бизнес адрес и кредитную карту и вывод куда выводить деньги менять можно на аккаунте если вы почитаете полазите по интернету по формам почитать это много продавцов добивались того что amazon разрешал поменять информацию в аккаунте чисто логически там я не хочу никому пожелать такое но представим на момент что человек просто умер владелец этого что теперь нельзя поменять этого конечно можно это все добивается из саппорт это точно то же самое что саппорт запрещает сидеть с нескольких аккаунтов с 1 и ничего подобного я писал саппорт не разрешали исключение из правил я описал почему мне это нужно и он сделал то же самое есть и примеры в этом как продавцы просто отбивались говорили что им нужно поменять владельца магазин вот то есть я у меня даже есть сайт пример я его сброшу даже сейчас сбросить которым это все очень даже описывается так я куда мне бросить в чат наверно денис подскажет наверно в чем помогите мне так все бросают чат господа кому интересно можете читать так вот и то есть в реально то есть по правилам нужно нет но в реалиях это можно потом есть другой еще способ как это сделать если вы вырежали на физика на себя то можно потом зарегистрировать иллсишку вот тогда учетная запись амазона станет активом корпорации и будет первым новому владельцу корпорации когда можно перевести этот магазин то есть вы если подготовили уже магазин все огонь пулемет у вас статистика есть уже по продажам и все супер то есть нашелся покупатель вы на него река и тело сишку и переводите компании просто amazon вот у него самое главное возражение это то что как бы нельзя продавать фидбэк который наработан от асадами как бы это фидбэк же зависит от владельца аккаунта правильно то есть он говорит что если мы перед этим другому человеку то есть репутация у него не может быть такая же но типа если вот как-то в контексте аккаунта то это еще называют goodwill а goodwill это нематериальный актив который можно оценивать в крупные суммы и передавать вместе с компанией с магазином вот эти фидбэки и на практике есть куча платформ для конфиденциальной продажи именно amazon и бизнеса их вообще в куча которая выступает гарантом то есть они там у себя блокируют деньги и ты через них можешь продавать магазин то есть куча магазинов продаются мы думаем что нельзя продавать магазины их благополучно продаю на других площадках так от чего зависит стоимость магазина на amazon это вот первое что можно сказать самое главное это возраст магазина то есть как все происходит вот вы сами себя поставьте место покупателя магазина допустим если вы смотрите что магазину год и у вас есть статистика по всем продажам и вы смотрите что за год а и либо за два там принципе все стабильно какие-то товары умирали какие-то не умирали но стабильно там на протяжении года видно динамическое продажи растут и количество продуктов запущенных растет то есть чем больше стабильность тем дороже его можно продать потому что у вас больше уверенности в том что действительно это может быть как мы у себя дело мы получается вот допустим история как у нас были магазины вы когда только начинали продавать на амазоне мы просто шарашили кучу разных товаров на аккаунт там шарашили по 7 по 8 товаров запускали запускали какие-то сдыхали сразу какие-то добивание через три месяца а какие-то просто вот из этого большого потока выкрикну эти оставались товары которые продавали продаются и до сих пор за все это время и которые уже можно сто процентов уже про проверенных годами их можно кастомизировать улучшать как это вот сделать чтобы стабильность была постоянная на на аккаунте мы это решаем вопрос так что мы запускаем много товаров постоянно какие-то умирать это держится дальше плюс эта диверсификация рисков очень большая то есть пока мы допустим с одним товаром какая-то херня там другие приносят деньги мы прошли там допустим ревью от амазона от него товара другой там какой-то сдох какой-то еще что-то ну и таким образом у тебя у нас вот за два с половиной года по подсеивались мусорные товары и более-менее на некоторых магазинах выкрестили вызывалась ниша в одной нише это в одном магазине это больше что другой нише это больше электроника в третьей нише это там всякие штуки там я не знаю для ног и не хочу вот самое важное но как бы это возраст потом и естественно прибыльности тенденции роста это то есть чтобы все было стабильно в этом запуске то есть если человек заходит и смотрит что у тебя там допустим первый месяц было жопа через три месяца заехали товары почти продажа и параллельно еще заезжали дальше с новые товары у тебя росли росли рост и подали то есть если видно тенденция роста либо стабильность то это естественно что можно дороже продать если у вас там в 1 месяц нихрена а в один месяц там были продажи нихрена я были продажи то такое конечно будет тяжело вот есть естественно очень важно том что я говорил за счет чего в принципе мы и живем это теперь сифика живем мы на амазоне выживаем во всех этих изменений стены это диверсификации чем больше различных к стаю тем лучше но тем твой бизнес становится менее рисковый то есть у тебя яйца раскиданы по всем корзин вот чем больше у тебя источников трафика допустим ты не только используешь тот же этот и писи внутри а ты используешь там допустим это фейсбук группы я видел очень но мы сами не юзаем это мы только к этому идем но я видел очень много примеров товаров которые там с маленьким количеством отзывов 30-40 количество отзывов благополучно делать посевы в группах и у них ранг лежит если они продают там по 100 штук рублей а получше чисто на если у вас такое есть то магазин тоже можно дороже продать но это логично и естественно вот допустим у нас есть рекламная компания на товар которая работает уже полтора года который мы выключали вообще чем дольше она работает тем больше выкристаллизовалась тем она ценнее то есть мы уже эту рекламную компанию не воспроизвести нигде по стидии паттер Shawn работа она старая вот то есть эту рекламную кампанию же не повторить ни на одном закан чем если мы завезем тот же товар и включим новую рекламу я уже не повторить аэто регула а это реклама у нас там работает полтора года вот то есть но это на одном из аккаунт то есть если это это тоже можно будет предоставлять когда вы продаете как класс, ну, как классное, как преимущество, и это увеличит ваш магазин ценностей. Ну, естественно, это рейтинг магазинов товаров. Но если, допустим, человек не особо в теме Амазона, то он там не сможет отследить изменения ваших рейтингов и изменений каких-то в количестве отзывов. То есть он там не сможет отследить, что у вас не было, допустим, продажи, а потом в один день, полгода назад у вас появилось 300 отзывов. Естественно, что нужно, если вы там используете... Мы, допустим, комбинируем у себя на аккаунтах различные способы набора ревью, чтобы не зависеть ни от какого вот этого ситуации, допустим, что-то перестало работать, что-то не перестало работать. Потому что мы уже три кризиса различных прошли на Амазоне по отзывам. Раньше можно было отдавать отзывы в обмен на ревьюшку, когда это были золотые времена. Потом это убрали. Ну, и мы постоянно просто заранее придумывали разные новые схемы и все. Также очень-очень-очень-очень важно, это насколько трудоемко, естественно, следить за этим магазином. Мы продавать магазины будем обязательно с менеджером. То есть за четыре месяца до продажи мы нанимаем один-два менеджера. У них два менеджера чисто, потому что если вы берете одного, то он себя чувствует уникально, но и хочет потом напрягаться. А если два человека, то они чувствуют себя в связке. И вероятность того, что они уйдут, очень маленькая. Все очень боятся о том, что сотрудники могут уходить от вас. Но если вы хороший работодатель, и все классно платите, заработные платы, платите хорошие своим сотрудникам, и к ним нормально относитесь, то они будут держаться у вас дома. Вот у нас за все это время всех, кто бы мы брали к себе на работу, мы, к сожалению, попрощались с одним-то человеком, потому что они добросовестные выполняли свою работу. Все остальные с нами работают. То есть я не вижу такой проблемы. Некоторые мне часто задают вопрос, а что будет, если я участвую, ты его обучишь, а он потом уйдет, начнет себя заниматься. Мы все в одной тарелке. Если вы грамотно распределяете обязанности и заработную плату, то и улицейники видят свою команду, то никто от вас никуда не уйдет. Потому что в тасовке всегда веселее. Вот. Это я вам говорю на своем опыте, это никто ничего не предъявил. Поэтому, если, допустим, если один грамотно прописанный, обученный менеджер, даже два менеджера, он может спокойно, два менеджера могут спокойно вести магазин с чистой прибылью в месяц в 50 тысяч долларов. Вообще без проблем. Вот 50 тысяч долларов, допустим, один товар вам, допустим, приносит, ну, там, 3 тысячи долларов один товар вам приносит, да? То есть 50 мы делим на 3 тысячи, это сколько там? Это 16 товаров. Управление 16, ну, 16,5, управление 16,5 товаров для двоих человек это вообще ни о чем. То есть я один управлял 15 товарами. Вот. Да, это было тяжело, но когда у вас двое, то это намного проще. Вот. Если у вас, вы продаете именно бизнес на Амазоне еще и с сотрудниками, то это вообще ваш, ну, стоимость вашего магазина до небес поднимает, потому что все это продают просто в магазин. А так это человек, который, там, полгода уже в этой тусовке, пронизанный, знает каждый товарчик, ну, наизусть, и знает, что с ним делать. То есть вероятность, то есть человек, когда будет покупать у вас магазин, он будет понимать, что, типа, сейчас не загнется все после продажи. Естественно, это качество поставщиков, с которыми вы работаете. Это, там, насколько быстро они отгружают, какой коэффициент, там, возвратов, как быстро они решают эти вопросы и все остальное. Это точно так, что вы можете, если вы будете готовить магазин на продажу, то обязательно начинайте фиксировать все-все-все-все затраты и платежи, которые вы вообще когда-либо делаете для того, чтобы потом это все в папочке приготовить для самой продажи. Вот. И точно так же поставщиков вы можете фиксировать, когда была дата первой проплаты, когда была дата, ну, это если вы, допустим, платите за стоимость товара по частям, там, 30 на 70, да, можете фиксировать, за какой промежуток времени была первая проплата, вторая проплата, и момент отгрузки. Таким образом, вы можете просто показывать человеку, который будет покупать, что поставщики на протяжении полугода всегда выполняли свои, там, обязательства. Вот. А это очень важно, потому что все знают, насколько недопросовестны эти тупорылы китайцы. Так, кто-то там что-то прокомментировал? Может, вопрос какой-то есть? Ну, то я так, как-то валю. Давай, давай, вали до конца, затягивать не будем. Если есть вопросы, задавайте, и двигаемся дальше. То есть, в принципе, я хватил все такие ключевые моменты для продажи, ну, чтобы все было окно для продажи магазинов на Amazon. конкретных цифр только не назвал. То есть, многие называют разные цифры, например, годовой оборот в три раза, кто-то говорит, годовой прибыль в два раза, то есть, такой разбег цен просто глобальный. Я не говорил об этой прибыли в два раза, я этого никаких цифр вообще не сказал сегодня. Я тебе из-за этого говорю, что вот только цифр не сказал. Вот. То, что я вижу, на самом деле все это очень просто, есть всякие сервисы, я даже по сне вот этого, который мы делали, я прикрепил примеры, которые есть. Люди продают 8 тысяч долларов, 8 тысяч долларов в месяц, которые делают профит, они продают от 150 тысяч долларов. Ну, на самом деле, самое главное, я перечитал кучу возможных вариантов, как можно оценивать в магазине, в каких цифрах, что на что умножать. На самом деле, я сейчас даже не мечу в это все. Моя задача довести за... Ну, моя задача на протяжении всего этого года держать чистую купель магазина хотя бы на 20 тысяч долларов. А потом уже спустя год, когда это уже будет все, когда пройдет год и вся непонятная ситуация на Амазоне произойдет, тогда уже можно садиться и адекватно оценивать стоимость магазина. Что на что умножать. Вы сами можете себе выставлять цену и потом уже сами ее обсуждать. Вам никто никогда в жизни не придет там и не оценит полностью бизнес на Амазоне ваш, как он есть. Вы сами сначала в уходе попродавайте, посмотрите, что у вас есть. Вот, помониторьте рынки на сервисах, где продают, я сброшу сервисы после лайва, ну, после этого вебинара, сервисы, на которых продается магазин, вы просто помониторьте цены и вы будете понимать, из чего состоит рынок. Сами позадавайте вопросы, как будто вы хотите купить в магазин. Вот. Там вариантов куча, как это все будет проходить. И это все очень индивидуально, вы должны с человеком сами уже все делать. Вот, сервисы, через которые, они берут, как они работают, через которые платить надо. Вот. Они, третья сторона, фиксируют деньги, стоимость, стоят, допустим, за 100 тысяч долларов. А третья сторона, фиксируют эти деньги до тех пор, пока обе стороны не выполняют обязательства друг друга, которые заранее будут прописаны. Пока они процентов берут? Некоторые escrow.com берет от 1 до 3%, либо dotcom берет 12%. Есть и бесплатные сервисы, которые ничего не берут. но на самом деле, ну, типа, зачем идти куда-то в какие-то непонятные escrow и все остальное, если у нас есть наше большое сообщество уже русскоязычное, и здесь можно вообще себе все нормально продавать, друг к другу ездить, общаться, заключать контракты без всяких escrow и все остальное. Я могу гарантом выступить. Да, типа, сейчас, слава Богу, у нас это есть, а через год-полтора это еще вытесается, время покажет, кто более стабильный и кому можно доверять, а дураков выйдет из рынка. Вот. А как вы там, вот я видел в Фейсбуке сообщение, долю там какую-то, да, продаете вот от магазина конкретного, как потом те, кто купили, договариваются между собой, или вы полностью продолжаете вести этот магазин? Так, я, если вопрос, такой, смотри, получается, так как мы несколько магазинов ведем, мы сейчас, получается, 20% уже продали и выставили сейчас на продажу 10% от одного из магазинов. на этом сначала я объясню, получается, как. Там мы начали эти магазины качать 4 месяца назад, то есть некоторые продукты там около месяца только продаются, месяц-полтора на этом магазине. но уже сейчас на каждый из них самый такой боевик у него он доходил до 60 продаж в день, но мы немного были вливал, вот, сейчас пришел товар в склад, остальные продавались 25-30 продаж в день, но они, так как я на протяжении первого месяца полтора рекламу PPC почти мы не фиксим, мы собираем статистику, но если, ну естественно, что я это буду показывать при ТАХСЧ магазина, если зайти и постретить менеджер PPC, то там можно бюджет срезать там в три раза, вот, и на данный момент без среза без среза бюджета у каждый товар в среднем приносит чистой прибыли каждый по 100 долларов вот, в день, а там четыре товара уже продается пятый сейчас только запустили и два еще едут и два товара это не просто левые какие-то это вариации тех, которые уже проверили там сетвиз двух один плюс еще что-то то есть в принципе сейчас уже этот магазин по каждому товару 400 долларов чистое делает но если еще подрезать дальше бюджеты и еще подождать увеличиться продажи то будет еще больше вот плюс еще едут товары туда вот но нам нужна сейчас подпитка финансов для того чтобы мы не остановили запуск туда и закупку новых товаров потому что у нас еще есть другие магазины которые мы туда тоже скидываем и у нас есть постоянные такие расходы которые мы тоже берем на себя вот поэтому мы продаем долевое участие вот как мы получается продали дает человек человек когда он покупает процент он может купить либо пять либо 10 процентов когда он покупает 5 процентов он является владельцем этих 5 процентов он претендует на все что связано с магазином это торговая марка которая будет зареистрирована через полтора месяца мы давно запустили процесс все уже прошло публиковали в газете подруга майbach и через месяц полтора уже зареистрирована То есть 5% на торговую марку человек имеет, на все товары, которые там есть. И естественно, что когда мы будем продавать магазин, точно так же он имеет свой процент, который купил, 5-10% от продажи самого магазина. И ежемесячно мы будем выплачивать проценты чистой прибыли, которая есть уже на данный момент на магазине. То есть сами можете посчитать окупаемость. Конкретные цифры, это уже мы будем обсуждать тех, кому это действительно интересно. Что я ищу? По статистике какой коэффициент сейчас? Что? По статистике какой коэффициент вот этот ПИ, ну то есть за сколько годовых продается бизнес? Чей? Наш? Ну ваш, допустим. Вот, к примеру, магазин 10 тысяч чисто генерит в месяц. То есть 120 за год. За сколько рынок готов сейчас купить такой магазин? Ну я же перечислил еще миллиард других критериев, которые на это влияют. Чистая прибыль это не о чем, просто чистая прибыль. Там есть куча всего другого. За десятку можно продать от 100 тысяч долларов, я думаю. Если магазин, допустим, молодой, меньше года, то я думаю, от 100 тысяч долларов его можно без проблем продать. Если совсем молодой. Если он больше года, вот тогда можно уже дороже продавать. Потому что те, кто, у кого 8 тысяч долларов, они продают от 140-150 тысяч уже продают на продажу. На продажу выставили себе магазин. По налогам, кто продает, кто продает этот аккаунт, как по налогам? По налогам, я честно сказать, вот этот момент единственное, я не узнавал по налогам. Как это будет? Но это все решается, то есть все по белому. От 2 имеется в виду от рождения магазина или от регистрации компаний? От стабильных продаж, я думаю. Ты пойми, самое главное, для чего этот год, я говорю, зачем промежуток. Это не просто для того, чтобы аккаунт существовал пустой, а для того, чтобы была стабильность в продажах. Ну понятно, но компанию же не сразу регистрируют обычно. Я имею в виду, что стабильных продаж магазина или от того, как была зарегистрирована компания, там какая-то официальная бухгалтерия, еще что-нибудь. Понимаешь, что компанию ты будешь регистрировать на человека в тот момент, когда ты будешь продавать. Ты же будешь компанию или LSC-шку переехать на человека и переводить аккаунт на него. То есть с момента существования магазина на Амазоне, когда пошли продажи, именно со стабильных продаж надо считать. А юридически какое имеет значение? Поставь себя на место покупателя магазина. Какая тебе разница, когда была компания запустила? Тебе главное, чтобы он там минимум год бабки приносил и стабильно приносил. А не то, что это какой-то запустили какие-то спиннеры, которые выгорели и пропали. Ну что? Короче, завтра, если вы не поймете, я пишу. По стоимости, то, что мы продаем долю, 10%. 5% мы продаем за 10 тысяч долларов, 10% мы продаем за 20 тысяч долларов. Окупаемость приблизительно этих процентов, ну, если мы где-то рассчитывали, такой не самый хороший вариант, это где-то 10-11 месяцев. Это они окупаются. Но мы где-то через, так как мы уже их продаем, эти товары месяц-полтора, то есть где-то через 10-11 месяцев мы начнем уже процесс выставления на продажу в магазинах. То есть как раз к тому моменту, когда она купится, мы уже будем продавать дальше, ну, выставлять магазин дальше на продажу. Вот. Мы больше продавать проценты не будем, нам сейчас просто нужно, мы посчитаем, нам нужно 10% продать и все. Привлекать инвесторов мы не хотим и занимать, ну, брать, как бы, долговой обязательств тоже мы не хотим. Поэтому, кому интересно, вы можете ко мне обратиться. У нас сейчас уже есть 5 желающих, мы с ними общаемся, вот, мы хотим со всеми пообщаться, потому что нам, как бы, тоже важно, кто у нас купит это все. Вот. И мы где-то через 2-3 дня уже примем решение, с кем будем работать. Есть какие-то вопросы, ребята? Видимо, особо нет. Меня слышно? Да. А на базе чего вы высчитали ценность вот этих вот процентов? Вот, 10.5%. Это наше внутреннее ощущение было. Ничего мы, вот, честно сказать, не было это ни по каким специальным формулам, высшим спиной, и все что. Это было наше внутреннее ощущение. Мы поставили себя на место покупателей или подумали, за сколько мы приблизительно можем... Да. Не больше, не меньше, потому что по каким-то там канонам... Вообще бизнес на Амазоне – это нестандартный бизнес, поэтому тут особо правил нет. в принципе все заканчиваю, что за. Ну, в принципе, все ясно. Да, у меня тоже вопросов нет особо. Тогда, наверное, заканчиваем. Да. Все ясно. Всем большое спасибо. Да, всем спасибо большое. Кто в том, что заинтересовало, либо остались вопросы, можете мне писать в личку, вам супер с вами. Кратко, сестра Таланта, быстро рассказал, все понятно. Да, я не люблю ничего атераторить, там, в воду идти. Поэтому такое. Все ясно. Всем пока.